МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костейникова. Здравствуйте. В боях под Мариуполем погиб заместитель командующего Черноморским флотом капитан 1-го ранга Андрей Полий. Об этом через свои страницы в социальных сетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он был очень открытым и порядочным человеком. Настоящий офицер из военной династии. Все, кто хоть раз общался с ним, навсегда запомнят его отзывчивость. Он пользовался большим авторитетом на флоте, понимающий и слышащий, умел найти подход к любому человеку. Пишет Михаил Развожаев. Глава города напомнил, что при разделе флота в 1993 году Андрей Полий отказался присягать Украине, уехав служить на север. Известно, что он участвовал в операции по принуждению Грузии к миру в августе-сентябре 2008-го. В последние годы Андрей Николаевич занимал должность заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе. Эвакуированные жители Мариуполя продолжают пребывать в Таганрог и другие российские города. Людей централизованно доставляют туда на автобусах военные. На месте сотрудники российских ведомств и добровольцы раздают воду и еду. У многих прибывших в городе, где продолжаются боевые действия, остались родственники и близкие, которые не смогли уехать по состоянию здоровья или другим причинам. Проблема в том, что собирают людей тех, кто сам пришел до пункта сбора. Так как у меня ребенок после бомбардировки рухнула плита на него и на отца. Отца даже не доставали из обломков, а ребенок пять часов кричал. Его достали уже соседи, обкололи и привезли, говорят, во вторую горбольницу. А папа после операции в онкологии. Я не уверена вообще, где он вообще ходит. Он не ходячий изначально был. Женщина рассказала, что ни с отцом, ни с ребенком связи сейчас нет. Похожие ситуации сейчас и у сотен других эвакуированных. Люди стараются найти знакомых среди тех, кому удалось покинуть опасные районы и поддерживать земляков. По информации ТАСС, количество граждан, прибывших на территорию России с Украины и из Донбасса, за сутки увеличилось на 12 700 человек и составило на утро понедельника почти 348 тысяч. В Севастополе продолжается тенденция по снижению заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю количество выявленных случаев заражения уменьшилось более чем на четверть. Об этом заявил профильный вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании правительства Севастополя. 21 марта впервые за несколько месяцев в городе выявили всего 38 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли три человека в возрасте от 81 до 89 лет. Заместитель губернатора Александр Кулагин объяснил такой низкий показатель выявления заболеваемости сменой системы выявления показателей. Если брать понедельник-понедельник, уменьшится на 86%, но сейчас это не очень показательно, потому что изменилась система выявления показателей, поэтому у нас сегодня достаточно низкий. За выходные дни малое количество людей было выявлено, поэтому среднесуточный показатель здесь не очень информативный, но тем не менее, главное, что средненедельный уменьшился на 27%. Количество пациентов, проходящих амбулаторное лечение, снизилось на 14% за последнюю неделю. Число заболевших детей уменьшилось на 32%. В связи со снижением количества пациентов городские власти сокращают коечный фонд. Свободный коечный фонд, с учетом даже того сокращения, которое было произведено в течение недели, составляет 25%. Всего у нас на сегодняшний день 522 койки. Занято 391, 131 койка свободная. При этом госпитализация заболевших коронавирусом увеличилась за неделю на 17%. За последние сутки в ковидные стационары приняли 20 пациентов. 15 выписали после выздоровления. Александр Кулагин уточнил, что с 15 марта в России больше не оформляют дистанционные больничные листы. В связи со снижением заболеваемости в этом больше нет необходимости. Более того, в Севастополе значительно снизился порог заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. У нас эпидпорог даже минус 20%. По абсолютным числам у нас чуть больше 2000. Напомню, за пятую и шестую неделю у нас было 8000 острых респираторных вирусных инфекций. У нас небольшое повышение заболеваемости в возрасте от 7 до 14 лет. Если за десятую неделю было 270 случаев, то за прошедшую неделю у нас 340 случаев. Но закрытых классов у нас нет. По состоянию на утро 21 марта в больницах находится 289 человек с подтвержденным коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 80 751 человек. Выздоровели 76 927. Также продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. Всего в Севастополе на утро 21 марта сделали прививку от COVID-19 306 520 человек. Второй этап вакцинации прошли 295 306 человек. Пункты вакцинации есть в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные пункты работают на площади Нахимова, внутри торговых центров «Мусон» и «Симол». На утро 21 марта в Севастополь поступило более 351 тысячи доз вакцины. В понедельник 21 марта в Севастополе приступили к ремонту подпорной стены на улице 4 Бастионной, которая долгое время находится в аварийном состоянии. На реставрационные работы под соглашение с правительством Москвы выделено около 11 миллионов рублей. Срок выполнения контракта – 4 месяца. Старт работ проинспектировал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. То, что подпорная стена на улице 4 Бастионной находится в аварийном состоянии, севастопольцы заметили несколько лет назад. В 2019 году она покрылась трещинами и наклонилась. Тогда горожане обратились в местное правительство с просьбой починить инженерно-архитектурный объект. На этой неделе подрядчик «Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» приступил к ремонту стены». Много обращений граждан было по этому вопросу, что существовала угроза обрушения. Сейчас мы приступили к работе, ремонту на данном участке. Здесь работа полностью выполняется вручную. Сделается выбивание старого бетона из швов. Потом методом инъектирования будут подаваться микроцементы для усиления конструкции. И, соответственно, потом будет постановление этих швов. Сейчас на объекте трудятся шесть строителей. По ходу работ их количество может быть увеличено, ведь ремонт проводится полностью вручную. Подрядчик обещает, что внешний облик стены не изменится. Начали расчистку швов, демонтаж парапета и расчистку от кустарников и корней. Дальше работы производятся в стесненных условиях, соответственно, потому что находимся на проезжей части. И много работ делается все вручную. Грунтовые работы тоже земляные будут выполняться вручную из-за того, что технику туда нет возможности поставить. После расчистки швов от постороннего мусора строители приступят к установке нового парапета, зачистке грунта и восстановлению цоколя. Также будет восстановлен камень. На тех участках, где стена может рухнуть, она полностью будет разобрана и собрана заново с применением пескоструйной очистки. Предусмотрены дренажные трубы и жёлоб у нас сверху 55 метров. Жёлоба устанавливается из-за того, что там сразу грунт идёт, чтобы вода отходила. У нас с грунта отводить воду. Помимо подпорной стены на улице 4-й бастионной, общая длина которой 150 метров, в этом году ремонт ведётся на стене по улице Льва Толстого. Работы на этом объекте близки к завершению. Ещё шесть проектов готовятся к реализации. Мария Олегина, Александр Усич, Севен, Форум-бюро. Житель Севастополя лишится свободы на 6 лет за махинации с продажей квартир. Об этом сообщает пресс-служба Евпаторийского городского суда, вынесшего обвинительный приговор. Правоохранителями установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью фирмы по возведению жилых и нежилых зданий в декабре 2015 года подал объявление о продаже их квартир в Евпатории на пересечении улиц Крупской и 60-летия Октября. Однако деньги, которые он получил от вкладчиков в долевое строительство, подсудимый похитил и потратил на собственные нужды. Таким образом, он не выполнил свои обязательства, но полученные средства вкладчикам не вернул. В результате 22 потерпевшим был нанесен материальный ущерб на сумму более 26 миллионов рублей. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину частично. Гражданские иски, заявленные потерпевшими, он не признал. Вина подсудимого была доказана. В результате мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил. В Севастопольском Центре культуры и искусств представители крымско-татарской народности отметили праздник весеннего равноденствия на Врусбайрам. В большой концертной программе, посвященной этому событию, приняли участие вокальные и хореографические коллективы Севастополя и Крыма. Наврусбайрам Наврусбайрам считается самым древним праздником весны. Он основан на народных традициях тюркоязычного населения. Торжество связано с наступлением весеннего равноденствия и началом нового сельскохозяйственного года. Исследователи утверждают, что зародившийся в Центральной Азии Наврус отмечают уже свыше трех тысяч лет. Праздник Наврус – это начало весны, начало пробуждения, праздник равноденствия, когда день и ночь одинаковы. Все народы Азии – Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Крым – все мусульмане справляют этот праздник, потому что пробуждается природа. С приходом Навруза, который ежегодно отмечают 21 марта, весна полностью вступает в свои права. Это праздник света, добра и веры в лучшее, когда люди собираются в большом семейном кругу, поздравляя друг друга. Праздник невозможен без песен и танцев, а культура крымских татар богата и самобытна. Все ее многообразие в праздничной программе на сцене из ЦКИ представили творческие коллективы Центра культуры и искусств гости из Орловки, Андреевки, Бахчисарая при поддержке Севастопольского регионального центра крымско-татарской культуры. Главное блюдо Навруз Байрама – сумаляк. Как гласит одна из древних легенд, однажды бедная женщина, которой нечем было накормить детей, отчаившись, нарвала в саду обычной травы и бросила в кипящий котел. На утро удивительно сладкий вкус приготовленного блюда изумил всю ее семью. Так и появилось на свет праздничное яство. Сумаляк – это проросшие зерна пшеницы, которые, конечно же, заранее замачиваются, они прорастают. Их, ну там есть такой особый свой, как сказать, рецепт, свой ритуал, перемешивание этого всего, именно варенье. Собираются несколько женщин, ну это очень интересно, ну это нужно видеть. Навруз Байрам отмечают большими концертами в Севастополе уже 23 года. Каждый раз программы празднования дарят незабываемые эмоции людям разных национальностей, знакомя всех с богатейшими традициями крымско-татарского народа. Максим Давыдов, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. В Севастополе прошел детский футбольный турнир, приуроченный к празднованию годовщины русской весны. Соревнования проходили с 18 по 20 марта, при поддержке Гагаринского муниципалитета города. В них приняли участие команды из Севастополя, Крыма и гости из Сочи. На футбольном поле за звание лучших боролись мальчишки 2012-2014 годов рождения. Несмотря на юный возраст спортсменов, на футбольном поле разворачивается нешуточная борьба. Участников встреч переполняют эмоции. Каждый из игроков хочет забить гол и вывести свою команду вперед. На стадионе парка «Патриот» в воскресенье состоялись финальные матчи детского турнира по мини-футболу. Уже исторический Гагаринский район проводит гню русской весны ряд спортивных мероприятий, в том числе культурных и спортивных. Сегодня мы заканчиваем, у нас идет третий день футбольного соревнования, где участвуют дети 2012-2014 годов рождения. Сегодня мы видим на поле сейчас идут финальные игры за первое, второе, третье, четвертое место детей 2014 года рождения. В финале играют вечные соперники. Команды, представляющие город-герой Севастополь и столицу республики Крым – Симферополь. В напряженной борьбе победу одерживают гости. Севастопольцы сражались до последнего, но в этот раз у нашей команды только серебро. Делали комбинации, давали пас и одержали мяч. Тяжело очень. Я пытался, все, что смог, это пас и удары. На другой половине поля идет игра за третье место. В борьбе за бронзу участвует еще одна команда из Севастополя, представляющая футбольную школу «Спартак-юниор». В мини-футбольном сражении красно-белые одерживают верх над соперниками из Евпатории. И бронзовые медали – не единственный подарок, который достается одному из маленьких севастопольцев. Мне сегодня на футбольном поле исполнилось 8 лет. Это круто. Подарки и матч дополнительный. Мне подарили телефон и ночник. Я просто очень давно хотел ночник, и бабушка с дедушкой заказали. На состязания по традиции приехали спортсмены из разных городов Крыма. На полуострове они часто встречаются друг с другом в различных соревнованиях. А вот посостязаться со своими сверстниками из остальной части России удается далеко не всегда. На этот раз конкуренцию нашим маленьким футболистам составил коллектив из Сочи. Мы с удовольствием приняли приглашение, приехали. Классная организация, куча эмоций позитивных. Для нас опыт. Погода, конечно, холодноватая. Не наша в Сочи, не жаркая. Сам турнир по мини-футболу, приуроченный годовщине русской весны, направлен прежде всего на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Но и соревновательный опыт – не менее важная составляющая. Результат не имеет значения абсолютно. Наша задача – это, чтобы дети, вот как видите, они получали положительные эмоции, позитивные. Хорошо получать, конечно, быть призерами, это все хорошо. Но наша задача, в первую очередь, научить детей играть в футбол. А медали, кубки – это будет уже у них, я думаю, в дальнейшем они, каждый заслужит, найдет свою медаль. Все участники и победители турнира получили памятные призы и подарки от организаторов. Николай Кузнецов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Второй матч подряд футбольный клуб «Севастополь» вырывает победу на последних минутах. 19 марта моряки в родных стенах принимали к изолтаж. Эта игра была интересна еще и тем, что до того, как вернуться на тренерский мостик, севастопольцев Станислав Гудзикевич работал как раз с командой из Бахчисарая. Эта встреча не подарила ни многочисленным болельщикам, которые в холодный субботний день все-таки пришли на первый домашний матч любимого клуба, множество опасных моментов. Севастопольцы владели преимуществом, которое никак не удавалось воплотить в забитый мяч. При этом во втором тайме гости дважды имели шансы выйти вперед, воспользовавшись ошибками обороны моряков, но оба раза простили соперников. Чем ближе было к концу матча, тем чаще хозяева прибегали к навесам в штрафную. И когда казалось, что поединок так и закончится нулевой ничьей, Севастополю удалась размашистая атака, в результате которой мяч отскочил на линию штрафной к Андрею Киви. Тот продемонстрировал высочайшее исполнительское мастерство, издаль поразив ворота Кызалташа. Этот гол за две минуты до конца основного времени матча и подарил победу морякам со счетом 1-0. Футбола было мало сегодня, так как, к сожалению, наше поле не позволяет показать тот футбол, который мы прививаем и тренируем. Но, тем не менее, мы выиграли, я очень рад этому. Хотя и у соперника отдать должное были моменты. Но, опять же, в начале игры мы должны решать свои задачи. В начале матча, когда у нас были моменты, и тогда бы игра складывалась по другому сценарию. Благодаря этой победе Севастополь продолжает удерживать первую строчку. Но стоит помнить, что у ТСК «Таврии» еще есть игра в запасе. Свой следующий матч моряки проведут уже в среду с гвардейцем из села Скворцово. Изначально планировалось, что встреча станет выездной для подопечных Станислава Гудикевича. Но из-за проблем с газоном почти во всех стадионах Крыма было решено перенести игру в Севастополь. Матч состоится на главной городской арене 23 марта в 15.00. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59060, а также мобильный. Плюс семь девятьсот семьдесят восемь девятьсот тридцать один тридцать один. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте. НТСДФИСТВ.КОМ Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин